Всех приветствую мои дорогие друзья, с вами ваша рогатая жабка и немножко реклама от меня. Время идет, час за часом капает в копилку нашего будущего, а на канале BossVitecTV множится ассортимент и арсенал новых игр. Появилось прохождение Hearts of Iron 4, меняется интро, меняется внешний вид, меняется оформление, появляются новые и новые прохождения. Предлагаю вспомнить и посетить канал BossVitecTV, следить за его прогрессом, следить за тем, какие новые баталии и грандиозные сражения предоставит вам автор. Рогатая жабка рекомендует перейти по ссылке, которая будет в описании под видео, а также во всплывающей аннотации. Здесь есть где поставить лайк, здесь есть где оставить комментарий, здесь есть на что подсесть и зачем внимательно следить и наблюдать. BossVitecTV, моя рекомендация, с вас подписка и просмотр. Удачи вам! Так выходит, что нам с вами нужно определиться с дальнейшим направлением атаки и решить, что или какой город мы будем захватывать следующим. Так как три основных города и центра не обеспечивают всех потребностей грузинского царства. Тифлис, Ереван и Кутаиси не работают на перспективу, пока что не работают, но строительство в этих городах мы будем вести. И хотя у нас баланс положительный, 5052 золотых монетки, расход 4548 монет, и в результате разница между доходами и расходами составляет в положительную сторону 504 монеты, этого очень мало, чтобы работать на перспективу. А перспективы мы должны обеспечить себе хорошие. Наш Гуарам генерал отправляется в Тифлис с кавалерией для того, чтобы выполнить квест, и по квесту мы получим 3000 золотых. Строим шахты для того, чтобы получить еще больший положительный баланс, и строим хлебный рынок в Ереване для того, чтобы получить доступ к торговцу. А вот что мы будем строить в Кутаиси, это вопрос. Учитывая, что нам еще нужно провести ремонт там. В прошлой своей кампании я упор сделал на византийском замке Трапезунде. В принципе, можно попробовать повторить этот шаг, или отправиться в сторону Баку и перехватить контроль над ним. Но Баку у нас защищает хороший гарнизон, 8 юнитов. Есть еще на севере город Магаз, где мы можем посоревноваться тоже с гарнизоном 8 юнитов. Но это город, и он будет приносить больше дохода. Если мы будем атаковать Тибриз, то мы вступим в уже открытую войну с нашими так называемыми союзниками, волками среди стада овец. Это сельджуки. Сельджуками, конечно, войну мы пока что не подтянем, учитывая, что пока мы не построены. Достаточно построек, которые могут давать нам хорошее войско. И найма нигде особого проводить не можем. Хотя до хороших построек нам совсем недолго. 5 ходов до таких посредственных построек. 6 ходов. Лучники, акантисты, картолинские копейщики и медцеховни копейщики. Ай, думай, думай, что же делать? Что же делать? Что-то мне подсказывает, что ответ близко. Близко 37 золотых. Это очень мало. Купец не очень способный, прямо так будем говорить. Из-за этого такой маленький доход. Я рассчитывал, что мы будем получать здесь больше. Ну ладно. Давайте передадим хоть дальше. Я думаю, что мы всеми нашими персонажами походили. А, вот у нас еще кусочки армии. Может быть и стоит напасть на Баку и завоевать эту крепость. Правда, я не уверен, что она простоит долго. Учитывая, что здесь она находится на спорной территории. И хотят ее как половецкая орда, так и наши харизм шахи. И, кстати, с Сельджуками это тоже может быть спорная территория. И этот спор между тремя государствами мы не выиграем. А вот в Византийской империи с ней мы можем заключить, попробовать быстрое перемирие в случае войны. Если можем. Ну что ж, шестой ход, пора передавать на седьмой. Мы сможем в Кутаиси что-то строить. Сможем в Кутаиси что-то строить. Так-то с тем балансом, что у нас. Нам стоило бы поднять доход еще на монетки 2 или 3 тысячи, чтобы содержать еще один стэк войск. И нужно, чтобы нас срочно кто-то проспонсировал. Золотой из УРАП работает плохо. Из ряда вон плохо. Не так, как в прошлой кампании. Но, может быть, это сделает наш геймплей очень-очень жестким. Армия. Мы опускаемся, но не потому что тратимся, а потому что наши противники усиливаются. Престол Святого Петра, Сицилия и Генуя заключают союзы и ухудшаются отношения с Престолом Святого Петра. Но эти отношения нас, мягко говоря, вообще не волнуют. 77 православия. Иди, обучайся. Свимон. Давай ты себе еще одну лычечку можешь поднять. Так, 77. Здесь 43 православия. Здесь 48 православия. Ну, пока этот обучается, этот может посидеть, понести православие вот сюда. Помним, задание у нас простое. Надо добавить войска в Тифлис. Да. Три отряда. Гарнизон, по крайней мере, вы получите 3000 золотых монет. Что мы и сделаем. Строительство шахт будет еще два хода продолжаться. Здесь продолжается строительство рынков. А вот в Кутаиси мы могли бы что-то строить, если бы здесь был губернатор. Но его, к сожалению, здесь нет. Но мы можем его привезти туда. Прямо за один ход. А вот давайте посмотрим, какой прибыли мы лишимся в 200 монеток. Армянская кавалерия. Не, подождите. Ладно. Идем в Кутаиси. В принципе, там 200 монеток потеряем. Тут 300 монеток поднимем. И надо хлебный рынок строить или церквушку, или строить дозорный пост, чтобы получать доступ к контистам. Ладно, 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 ладно. Так, сначала клад с ним тут, потом клад с ним тут. И сможем построить. Что мы хотим знать. А что мы можем знать. Так, это путь к Трапезунду. Вот, армию нашли. Сейчас можем переговорить. Торговый договор. Невыгодное для них предложение. Да вы шутите. Вот гадости. Требование другой стороны. Платите нам дань 400 золотых за ход. Два хода. И получите с нами торговый договор. В принципе, торговля с Византией очень даже неплохо. Но Византия в любой момент может придать, а терять 800 монеток за это не очень хочется с нашей-то небольшой казной. Но-но-но. Придется согласиться. Либо мы сделаем контрпредложение на что-то другое. На сведения о карте, например. Ну, хотят, да, не все. Ладно. Берите. Не зарабатываем, а тратим. Ладно. Уходим. К Сельджукам. Невозможно, но нужно. Учись делать невозможные вещи, мой друг. Учись делать невозможные вещи. Без этого компанию не вытянуть. Ну что ж, 3000 золотых мы получим. В Кутаиси строительство мы начали. От этого бы парня на какой-то хороший ресурс отвезти. По-моему, там у нас должны быть шахты. Шахточки, шахточки, шахточки. О! И крайние меры. Сходим к орде половецкой. Что они скажут? Недостойно. А что делать? Что делать, Тамара? Что делать? Надо что-то делать. И так. Ну что ж. Хотя бы доход идет в плюс. Пусть за счет того, что мы не нанимаем много войска. Но хотя бы он уже идет в плюс. 5726 монет. Но только из-за того, что мы выполнили задание и получили 3000 монет награды. Много новых союзов на этом ходу. Но очень скоро они все будут разрушены. Практически все. Гады. Мойдинов присылают. Купцов присылают. Пошли разведаем. О чем они там договариваются за нашими спинами? Тысячу монет они готовы дать. Пусть это и немного. Но как минимум окупит наши расходы на дань, которую мы платим Византии. И хотя сам факт того, что мы кому-то платим дань не радует. Но что нам делать? Так, договоримся и с Иерусалимским королевством на какую-то тысячу. Мы, конечно, ничего предложить им не можем такого. Толкового и существенного. Но что? Что будем делать? Сможем ли мы захватить крепость? Или нам стоит обратить наши взоры на город? Гарнизон города растет. В любом случае надо что-то делать. И что-то планировать. Такс. Церквушка или дозорный пост? Или склад ресурсов? Нет, он слишком дорогой. Или бордель? Лазутчик улучшения общественного порядка повышает доходы от торговли. И что-то надо строить. Здание из камня. Допустим, дозорный пост, а потом церквушку. А потом каменоломню. И затеять ремонт, чтобы не опростоволоситься. Потому что если сюда придут враги, будет плохо. Такс. Ну и давайте посмотрим, как там у нас с общественным порядком. Нормально мы можем поднять налоги. Сделать их высокими. Убираем отсюда нашего правителя. И наверное парочку отрядов. Тифлис их отводим. Ой, общественный порядок не радует. Ладно. Обычные налоги. Даже наверное низкие. Вот тебе развитие. 500 дукат были рядом. 500 монеток. Но мы их потеряли. Ладно, уходим в Тифлис. Без лучников ни о каких осадах речи идти не может. Думай, думай, думай. Что будешь делать? Выводить армию к боку без лучников тоже смысла не имеет. Большого. 6 тысяч в казне. Прям можно заложить строительство чего-то. Дозорный пост. Расчищенное поле. Дозорный пост. Тифлисия. Что у нас тут? Религиозный бунт. Дороги умножат торговлю. 200 на 500. Неплохо. Неплохо. Но казармы городской стражи дадут нам возможность нанимать лучников. А они нам нужны. Так что либо казармы, либо дороги. 5 ходов и 6 ходов. Блин, дороги. Хорошая штука. Но без армии вообще никак. Так что наверное таки будут казармы за 2 тысячи. Ждем наверное лучников. Я бы выстроил здесь защиту. Но мне кажется, что враг придет не скоро. Так, где у нас городок? Либо пойдем сюда, либо пойдем сюда искать. Вот он. Правильно определили. Опять переговоры? Чем могу служить? Благородно. Вы вынуждаете нас? Вы хотите обсудить что-нибудь еще? На следующем ходу они готовы будут согласиться. Тайные переговоры благодаря обаянию нашей Тамары возьмут успех во что бы то ни стало. Ну и мы в поиске драгоценных ресурсов, наличие которых мы так верим. 16 мало. Там по-моему еще один ресурс должен быть. О! А тут кто-то есть. Шанс слишком мал. Но 107 золотых заход. Это серебро. Черт, что же делать? Ладно. Шанс слишком мал. Купец слишком дорог. Идем. Идем на то, что нам доступно. Не будем мечтать о том, что нам недоступно, к сожалению. Так, 3 хода до получения следующей единицы. Ну окей. Передаем ход дальше. С верой в то, что наши союзники нас не предадут. Но помним, по прошлой кампании все очень быстро и резко может поменяться. Что ж, друзья. Ставьте лайки и держите пальчики за мое грузинское прохождение. Грузинское царство должно во что бы то ни стало выстоять. И главное укрепиться. Мы уже можем строить некоторые крепости, форты на границах и расставлять там юнитов. Но пока что, увы, это приведет к сильному ослаблению наших армий. Так как нечем и некем подкрепить это дело. Новое задание. Мятежные города нарывы на теле нашего государства. Выкорчевать и вы получите войска. А вот это, кстати, хороший способ. Что нам дали? Православный плюс 1 к благочестию. Окей. И кто-то у нас подрос. Совершеннолетие. Супер. Доклад о строительстве. Шахта. Ага. Так. Соотношения немножко портятся. Плохой знак. Дамагаса нам совсем немного, но там хороший гарнизон. Правда, если мы победим врага, то получим войска. Может рискнуть. 10 ходов нам дают на выполнение этого задания. Можем взять весь наш гарнизон. Из тифлиса. Создадим огромную и грозную армию. Да, создадим огромную и грозную армию. Звучит хорошо. Чтобы эта огромная и грозная армия могла нас защитить. Так-то у нас пока только брят с неоружием. Приходится оставлять наших города. И это при том, что Византия может ударить в любой момент в спину. Ладно, идем к Иерусалимскому королевству. Эти нам уже дали все, что хотели. Точнее, все, что могли дать. Сейчас посмотрим, что Иерусалимское королевство может предложить. 1316 золотых. Так, неплохое спонсорство. Я хочу вам сказать, 5 975 монет у нас уже в казне есть. Ну что ж, возвращаемся назад к Византии. Где ваши византийские силы и города? О, гарнизончик тут. Подвинем его. Это вообще наглый отжим бизнеса у купца соседнего государства. Или у нейтрального купца. Но, тем не менее, а что сделать, что сделать? Давай, Тамарочка, еще чуть-чуть. 500 монеток. Не очень щедро, но дареному коню в зубы не смотрят. И нам надо поговорить с Киевской Русью. Значит, надо найти города. Опасненькая ситуация. Оставлять Ереван без поддержки. Можно организовать, конечно, крепость. Можно закрыть крепость здесь, чтобы нас... Византийцы не подперли. Но нам некого поставить в эту крепость. Никто, увы, не сможет защищать наши позиции. А, нам надо сменить этих ребят. А ну, возвращайся назад, поменяйтесь местами. 79 православия, 56 православия и 52 православия. Ну, нормально. Так, строительство мы начали. И это хорошо. Давайте мастерские баллисты тоже повозводим. Не совсем самая животрепещущая постройка, но тем не менее. А что дает нам шахта? Это 792, здоровье населения минус 10. А так ты нам приносишь сколько дохода? 495. 4800 будет стоить. И это со скидкой. Ну, дороги, по мне, принесут большую пользу. Потом вот так вот сделаем. Но это большой риск, так как чума, чума может произойти. 3000 стоит крепость. Это мы две крепости. Одну можем поставить здесь. И к нам никто, кости не грянет. И одну нужно поставить здесь. И как минимум еще одну нужно поставить здесь. И одну нужно поставить здесь. И тогда мы сможем спокойно себе идти на Паку. Ну, а вообще жесткое начало. У нас не так много войск. И найма серьезного и сильного не предвидится. А ход уже 10. К ходу к 15, я думаю, сельджуки определятся. Я надеюсь, что к этому моменту начнется война между Византийской империей и ими. Или ими и Хорезмшахами. А Плавецкая Орда нас не тронет. Потому что у них еще есть Магаз, который можно захватить. Правда, как мы будем удерживать Магаз? Ведь от Еревана до Магаза как минимум 3 дня пути. Но Магаз придется отдать. Достойный жених для нашей Тамары. Да не достойный он. Тамара пока выполняет важные дипломатические миссии. Епископ плюс 1 к благочестию. Кутаисий хлебный рынок готов. Все еще союзы. Так, еще 550 монет на купца. И нам надо кто-то, кто бы нам рассказал, что происходит. Но этого мы точно не сольем. Так, нам нужно засылать купца куда-то сюда. Давайте. Искусимся на 90 монеток. 79 православия. Кто-то баламутит. Так, сможем нанять. 790 монет. А сколько? Сколько в содержании? 660 монет. Нет, блин. Мы потратим всю нашу казну. Так, два отряда стрелковых. Четыре отряда стрелковых. Два отряда стрелковых. И косоги. Кто такие? Топорщики. Слушайте, а мы можем их одолеть. Кавалерий-то у нас очень много. У врага кавалерию мы расстреляем. Я надеюсь, что мы расстреляем ее. Ну, в общем, попробуем. Давайте возьмем осады. Это будет эпичное что-то. А стены, стены какие? Ой, не нравятся мне эти стены. Не нравятся мне они. Но чего мы только не осаждали. Так, вот она, Киевская Русь. Идем дорогами. Так, вернее всего, придем к городу. Ну что ж, Византия. А ну, раскрой нам свои планы. Харизмийский дипломат. О чем вы хотите поговорить? Торговый договор. Это без тебя. Обсудим что-нибудь еще. Пока они отказываются. Они все отказываются. Но их можно уломать. Идем. Где-то тут нас ждет наша жертва. Жертва нашей дипломатической агрессии. Так, думай, думай. Еще одного посла наймешь. И на следующем ходу два отряда гарнизончика дополнительного будут. И нас ждет эпичное сражение за Магаз. Будут готовы осадные орудия. Ага, у нас только таран будет готов. Подождите. А тут надо и лестницы. Пожалуй, вот так вот сделаем. Так будет лучше. Отчаянная попытка. Главное, чтобы она не закончилась провалом. Это будет одна из сложнейших осад, которые я вынужден буду провести. Без осадных орудий. Которым так легко привыкнуть. В Тифлисе купец есть. Все еще хорошие договора. Все. Давайте, меняйтесь местами. Прироста православия не наблюдается. Так, свы, ребята. Плохой купец. Малолычек опыта. Ладно. Этого купца надо везти сюда. Вот как минимум вот сюда, чтобы прощупать эту дорожку. А, и поговорить не можем. Так, они согласны на союз. Это хорошо. На выплату они вряд ли согласятся. Но в следующий раз мы предложим им подобную штучку. Нет, тут где-то должен быть ваш городок. Вот он, Тьму Таракань. Пополнение войска. Такс, мы можем попробовать нанять наемников. 600 монеток это не так много. Это если ты выйдешь на эту территорию, а потом вернешься назад с наемничками. 790 и 655 монеток. Может, того стоить. Давайте, давайте. Все-таки сложная осада. Я готов потратить целую тысячу, чтобы взять и выполнить задание. Получите войска в столице. Наемников потом можно будет распустить. И самое главное, что благодаря им я сэкономлю армию. Получу город, который удержать будет сложно. Но я постараюсь. И как второе смогу выполнить эту осаду. Ну, вы понимаете, что саму эпичную осаду мы будем наблюдать уже в следующей серии. Если хотите, чтобы она вышла поскорее, друзья, ставьте больше лайков и пишите ваши интересные мысли в комментариях под видео. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Удачи вам и хорошего настроения. Помните о рекомендации, которые я дал в начале этого видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!